В Люберцах проходят масштабные соревнования на Кубок ГТО. В них принимают участие порядка 30 тысяч школьников со всего городского округа. В течение пяти месяцев в каждом учебном заведении определят сильнейших спортсменов, а 31 мая состоится торжественное награждение победителей. На днях масштабный проект Кубок ГТО стартовал в школе номер два. Сначала свои спортивные возможности показали самые маленькие воспитанники учебного заведения. Они выполнили такие нормативы, как прыжки в длину с места, упражнения на пресс и отжимания. Через две недели эти же испытания пройдут ученики средней школы. Чуть позже выступят старшеклассники. Нормативы, такие как бег 100 метров, 60 метров, мы будем выполнять весной, когда на улице, на площадке будет это возможно сделать. Дети для того, чтобы получить золотой значок, должны выполнить 7-8 нормативов. Соревнования на Кубок ГТО городского округа Люберцы стартовали 15 января. Они будут проходить до конца учебного года. По итогам проекта команды, занявшие с первого по третье места, наградят призовыми кубками и памятными дипломами. Кроме образовательных учреждений, спортивные состязания также пройдут на территории ФОКО, Труд и семи стадионах округа. Луиза Игязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.